Приветствую вас на 16 уроке. Мы добрались с вами до темы опционалов. Что же это такое? Бывают случаи, когда мы не знаем, какое начальное значение должно быть у свойства, но и неинициализированным свойства в реальном проекте мы оставить не можем. Я имею ввиду, что вот такая запись, такой вид записи в реальном проекте не в Playground будет неприемлем, так как без начального значения компилятор не может выделить ячейку памяти под свойства. В этой ситуации к нам на помощь приходят опционалы, особенно если речь идет не о базовых типах, таких как integer, string и так далее, которые мы можем задать легко начальное значение. Например, что касается типа string, мы можем задать начальное значение, равное пустой строке. Когда речь идет о кастомных пользовательских типах, начальное значение задать не так просто. И тогда мы можем использовать опциональный тип. Тип становится опциональным, когда мы ставим знак вопроса после названия типа. В этом случае свойство сразу получает начальное значение равное nil, что означает, что у свойства нет никакого значения. То есть nil это слово, которое используется для обозначения отсутствующего значения у свойства. И обратите внимание, что опциональные свойства должны быть переменными, чтобы затем их можно было изменить и задать им какое-либо значение. В правой части окна видим, что сейчас наше опциональное свойство содержит значение nil. Опциональные свойства могут принимать значения двух типов. Своего собственного типа, имеется в виду тип, указывающийся после двоеточия, в этом случае string, и также значение равное nil. При этом, если мы сейчас присвоим переменной someString какую-либо строку, давайте присвоим ей пустую строку, то тип данной переменной все еще будет опциональным. Можем видеть здесь знак вопроса после указания типа. И обратите внимание, что тип string опциональный и string обычный не одно и то же. Мы не сможем присвоить значение опционального типа свойству неопционального типа. Что я имею в виду? Если мы создадим какую-либо еще переменную, пусть это будет переменная stringValue типа string обычного, и попробуем поместить в нее значение someString, то возникнет ошибка. И xcode нам скажет, что мы не можем присвоить опциональному типу string значение обычного типа string. Давайте смоделируем некую ситуацию, в которой у нас есть прибор, измеряющий температуру, но при этом прибор барахлит, и то отображает температуру верно, то вовсе ничего не показывает. И для этого создадим переменную temp типа опциональный интенджер, в котором у нас как раз будут храниться данные о температуре. И будем вводить на консоль сообщение. The temperature is degrees. Сейчас мы видим, что переменная temp имеет значение равное nil, что отображается и в сообщении на консоли. Если мы присвоим ей значение равное 25, то на консоль будет вводиться сообщение со словом optional, что тоже совершенно не кстати. Это лишняя информация, а нам нужно просто сообщить температуру. Для того, чтобы на консоль выводилось просто сообщение о градусах, нам нужно как-то избавиться от этой опциональности, то есть извлечь значение из опционального свойства. Как это можно сделать? Можно извлечь значение принудительно, поставив восклицательный знак после имени свойства. И сейчас мы можем видеть, что все отображается так, как мы хотели, но если вдруг прибор снова будет барахлить, и у температуры не будет никакого значения, то возникнет ошибка. Это небезопасное извлечение опционала, и так лучше не делать, чтобы не возникало таких ситуаций. Вместо этого можно сделать проверку на nil. Если у нас есть какое-то значение переменной temp, то мы будем выводить сообщение на консоль. Проверку можно сделать при помощи ветвления. Если температура не равна nil, то будем вводить на консоль сообщение. Но и в этом случае компилятор не совсем понимает, что мы от него хотим. x-код выдает нам предупреждение, что данная переменная все еще является опциональной. В этой ситуации мы можем задать значение по умолчанию при помощи двойного знака вопроса, и далее указываем в нашем случае целочисленное значение, так как мы имеем дело с типом integer, пусть и опциональным. И тоже все будет работать правильно, но это все еще не является извлечением значения и самого опционального свойства. Извлечь значение непринудительно можно при помощи опциональной привязки, которая записывается следующим образом. Также мы используем ключевое слово if, и вот здесь нам уже даже сам компилятор подсказывает. Сюда помещаем сообщение, которое нам необходимо вывести. Итак, что здесь мы делаем? Мы создаем вот в этой строке новое свойство temp, и здесь можно ввести какое-либо другое название для свойства, но обычно указывается то же самое название, что и у опционального свойства. Ошибки не возникают, так как это новое свойство используется только в локальной зоне ветвления, то есть вот только в теле ветвления. И создается оно только в том случае, если в переменной temp содержится значение. Далее в print выводится сообщение с использованием уже вот этого нового свойства temp, оно даже подсвечивается, которое поместило значение из опционального свойства. Если не получится извлечь значение, то мы можем добавить ветку else, в которую будем вводить сообщение на этот случай. Например, будем писать что-нибудь вроде there is no temperature data. И у нас снова все отрабатывает верно. Если мы здесь, например, присвоим температуре значения nil, то увидим на консоли сообщение there is no temperature data. Отработала ветка else. Также может быть так называемое неявное извлечение опционалов. Создадим свойство name, равное пустой строке. nil и опциональное свойство new name типа опциональный string. Поместим в new name значение, равное строке jain. И хоть мы и присвоили значение, все равно мы не можем поместить в переменную name значение new name. Будет возникать ошибка, так как типы этих переменных не совпадают. Но мы можем знак вопроса после типа string заменить на восклицательный знак. И ошибка пропадет. В этом случае в переменную new name все еще можно поместить значение nil. Ошибки не возникает. Но при этом можно также присвоить ее переменной с неопциональным типом, как мы это сделали в строчке выше. С тонкостью использования опционалов вы лучше познакомитесь на практике. Пока что это было только первое знакомство. Я так понимаю! Я так понимаю! Я такrobe! Продолжение следует...